Я приветствую вас в нашем курсе по CPA, заплату, честь фейсбук. Это вводный урок, где мы поговорим про вводные вещи и про сам принцип дальнейшего нашего плана взаимодействия и про краткое описание данного трафика источника. Сразу говорю, что если вы уже у нас действующий клиент, вы наши курсы ранее проходили какие-то, вы понимаете, что такое фейсбук, хотя бы в самой такой теории голой, вы можете этот урок, в принципе, скипить, он вам не будет совершенно интересен, ничего нового не даст этот урок, поэтому вы можете пропускать его. Но тем, кто из вас, клиенты более новые или тем, кому нравятся просто уроки, можно, конечно, послушать. Ну, в двух словах просто неожидание самого курса. Во-первых, вы за период обучения и главной практики внедрения овладеете информацией, овладеете навыком того, когда инструмент работает, что позволит вам зарабатывать в сутки от тысячи рублей или там даже рублей и сотен рублей, до, по сути, суммы бесконечной. Ну, на самом деле, если мы будем пробирать вашу трафика через фейсбук конкретно, у меня наш штатный парень, один Женя, наверное, из вас многие знают, Женя, он максимум делал за сутки, по-моему, тысячи рублей, ну, короче, не буду врать, не помню сколько, ну, это до тысячи рублей сотни прибыли в сутки. То есть, каких-то миллионов рублей у нас, из-за моих всех знакомых, никто еще не заработал именно через фейсбук. В принципе, честно вам, что я знаю, достаточно много знаю различных вебмастеров и уровня там оборота месячного, там, миллиона рублей, прибыли 150 тысяч рублей и уровня там месячного оборота 3-5 миллионов рублей. И с фейсбуком работают, наверное, 2-3 человека и, в принципе, людей информационной темы вообще нет, как-то так, ну, не молодый трафик источник, хотя, почему не нравится всем людям, я не сильно понимаю. Поэтому данный курс не является, как бы было, он не является какой-то гарантией заработка и прочей такой хренью, это, скорее, просто инструмент. Как вы будете данный инструмент использовать уже, как вы будете его прорабатывать, это уже ваше личное дело. Может, вообще ничего не делать, это тоже ваше личное дело. То есть, в любом случае, все это ваше личное дело и мы вам дадим, в любом случае, технологию подбора офферов от фейсбука. На самом деле, технология, они такая уже сложная, она достаточно очевидная для любого из вас, кто ранее работал с MyTarget'ом или с постоянной ВКонтакте. То есть, все достаточно просто. Здесь, я бы сказал, слишком просто. Да и вообще, знаете, самое, возможно, неприятное, то, что все очень просто. Вот это реально неприятно. И когда все очень просто, начинаешь задавать себе вопрос, почему я такой бедный, если так просто. Поэтому, конечно, реально курс нетрудный. И, в принципе, все в мире нетрудно, просто нужно делать. Есть, что все-таки вы будете делать. Из хороших качеств фейсбука, мне очень нравится то, что, ну, в принципе, шансы на слив небольшие. То есть, даже если вы будете полностью делать все неправильно, не так, то вам будет трудно деньги большие потратить в минус. То есть, допустим, в MyTarget'е или в RCA, да, там просто деньги сжимаются безбожно. То есть, вы только моргнули, у вас уже может открутиться там лишние 5-10 тысяч рублей за не пару секунд, но за пару часов может открутиться. Фейсбук, он более гуманен по отношению к вашим бюджетам. Поэтому тоже это его преимущество. Ну, то есть, вот такие, ребята, ожидания от курса. То есть, как вы будете внедрять дальнейшую информацию от этого курса в ваше личное дело? Мы говорим о том, что данное обучение, оно касается CPA-оферов, заработка, арбитража на фейсбуке. Но, видимо, во-первых, оно также подойдет тем людям, которые свою товарку имеют, то есть, на свои товары наливают. И подойдет тем людям, у которых какой-то бизнес, ну, тоже есть лендинг, да, есть оффер какой-то в лендинге, вот он этим занимается, тоже подойдет. Но поскольку наше основное, ну, как бы, направление обучения, это все-таки арбитраж, CPA, то, наверное, все-таки, ну, больше мы будем говорить именно по арбитражным офферам, по арбитражным примерам. Но, опять же, повторюсь, что данные знания, они являются какими-то сверхузкими, они применимы и к другим областям. Ну, во-первых, фейсбук это не лучший и не худший трайвк источник в мире, это просто один из. Фишек в нем хороших много, возможно, основной из них это низкая конкуренция, и абсолютно точно и явно в 16-17 году конкуренция будет минимальна, то есть конкуренции там вообще не будет. На самом деле, как показывает практика, я по этому говорил в других наших уроках, даже в других курсах, о том, что CPA ниша, если мы говорим про арбитраж конкурентного, она не такая большая, на самом деле. И это здесь люди, которые делают сильные, интересные вещи, их сотни, то есть их даже не тысячи, их сотни. Тысячи людей, которые что-то просто делают. Ну и тысячи людей десятки, которые реально, то что называется, смотрят, наблюдают и думают о том, чтобы мне что-то попробовать сделать. Это такой вот вам компот. Значит, характеристики базовые. Трафик в фейсбуке очень чистый, очень чистый. Ну, знаете, я могу судить по трафике не только на уровне того, что там аппрув, там конверт, а еще на уровне выкупа, потому что я сам являюсь еще рекламодателем, по сути, у меня есть свои офферы, и я сам занимаюсь товаркой уже уходят около двух лет в Украине конкретно, в Казахстане. Поэтому я могу судить о выкупе. То есть, все-таки для рекламодателя является одним из аргументов к оценке трафика качества – это выкуп. В фейсбуке выкуп очень большой, у нас выкуп был только больше, когда мы наливали из КМС. Из КМС, из новостных сайтов мы сделали компанию отдельно очень большую, которая скушала несколько миллионов рублей за пару месяцев, ну, в смысле, и прибыли дала еще несколько миллионов в плюс. Там у нас были новостные сайты, и вот тогда КМС, конечно, выкуп у нас был на уровне 75-92%, то есть выкуп реально был огромен просто. Это был оффер на штат-три выбер, в фейсбуке ситуация совершенно аналогичная, на самом деле. Выкуп очень хороший, поэтому, если вдруг вы свои товары имеете или заниматься ими планируете, вы можете подумать о том, чтобы данный источник использовали для вас, ну, как бы так, в своих целях, вот, на себя наливать. Конкуренция минимальная, модерация очень хорошая, на самом деле, если сравнивать с RCA даже или с MyTard, то конкуренция очень хорошая, потому что в МТ это, конечно, истерика определенная. Даже, в принципе, в AdWords конкуренция достаточно геморрная, видимо, потому что, ну, в AdWords проблема есть. Это еще одна фишка, которая в Фейсбуке, пока еще актуальна. Когда-то, назад, примерно лет пять, наверное, пришли в AdWords многие арбитражники. И, понимаете, в чем дело такого нашего арбитража и СНГ-шена, в том, что, в первую очередь, мы ищем какие-то баги, мы ищем что-то, как-то можно, какие-нибудь ягоды в год же вткнуть, как можно на трав закупать дешевле, там, в случае каких-то багов, как можно что-то вот делать такое запрещенное. Все время вебмастера, которые, ну, это еще назад было год назад, три-четыре назад, да, такие вот вебмастера первого такого эшелона, первого, такие, авангард CPA в СНГ, они просто AdWords насиловали, то есть они вставили его во все возможные позы. И AdWords под давлением атак наших арбмастеров, он внедрил огромное количество различных ограничивающих факторов, которые и по сей день действуют, которые реально, даже если у вас полностью офферы белые, вы вообще белый и пушистый, то даже на вас до сих пор влияет то, что раньше вот эти все вебмастера, они AdWords насиловали, и поэтому AdWords крайне жесткий, в плане модерации. То же самое, в принципе, Май Таргет, а Май Таргет знает, там, какие вебмастера есть в Орнете, и поэтому он крайне так жесток. Фейсбук, я еще этого не понял, то есть Фейсбук еще не насиловали, поэтому Фейсбук, он более демократичен по отношению к тем, кто покупает у него трафик. Но я вам говорю, как человек, который, ну, сто процентов говорю, что максимум к 2018 году Фейсбук так изнасилит во все щели, что он внедрит кучу ограничений, кучу модераций руками, запрет редиректов, то есть просто безумно количество всего сделает. Касаемо сложенства моего инструмента, он на уровне RSI или Май Таргета, то есть, в принципе, ничего трудного нет, реально за 3-10 дней можно въехать в принципе подкрут, в принципе установки стоимости взаимодействия, достижения стоимости клика определенной, в принципе модерации, ну, вот реально, то есть, ничего супердлинного здесь нет, не очень трудный источник. На самом деле все источники, они достаточно простые, кроме КМС, вот я реально, ну, много в чем разбираюсь, на уровне неплохом, я считаю, как не на уровне гур, но на уровне неплохом. Вот самое сложное, что есть, это КМС, и, наверное, очень сложные тизерные сети все-таки, на уровне больших объемов, что, допустим, ну, то есть, я знаю, что есть люди, которые из тизерок плюс-плюс, причем плюс-хороший, их не много, но не есть люди. Я знаю, что, чтобы достичь успеха такого в сливе плюс-тизерок, они, эти люди, действительно, имеют очень сложные наработки и очень делают сложные интересные вещи, это точно знаю, потому что, ну, опять же, повторюсь, что, если вам где-то кто-то говорит, что, там, парень, пс, там, пс, парень, есть халява в тизерных сетях, давай ты, вот, 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 очень легко все, кидаешь ты тысячу рублей на баланс в какой-нибудь тизерке и запускаешь вот промо такое, и, в общем-то, все у тебя идут лиды, то, конечно, это, мягко говоря, далеко от правды. Тизерки – это тоже источник, поэтому у нас до сих пор нет курса обучающего по этой теме, хотя, возможно, на момент, когда вы данный урок смотрите, он уже у нас появился. Время требуемое настройку и запуск первого промо в Фейсбуке – это марта часов шесть. Дополнительных инструментов, в принципе, мало. То есть, никаких отдельных сервисов, там, каких-то отдельных парчеров, каких-то отдельных для таргета сервисов удобных, ничего этого нет. Плюс, Фейсбук – это буржуонет. То есть, мы, так и иначе, нашим стопочным амбитражным планируем идти в ближайшие пару месяцев, может быть, лет в буржуонет. Есть уже там несколько наработки определенные. И будем идти, будем идти, будем идти. И Фейсбук, опять же, это буржуонет. То есть, там очень много трафика буржуйского. Более того, еще одна маленькая фишка о том, что в Фейсбуке на РУ сегмент, то есть на русско-адычный сегмент, часть функций отключена. Я не буду сейчас точно нагреть какие из них, потому что я так и не помню по памяти, там функций ряд. Ну, допустим, в Америке и в Европе часть функций есть для таргетации, которых нет в СНГ. И это тоже упрощает возможности, их увеличит, возможности для заработка. Но, опять же, повторюсь снова, что арбитражники СНГшные, они более брутальные, более жесткие, нежели западные. Поэтому и в Фейсбуке тоже мы будем доминировать, даже по сравнению с местными специалистами. И также хорошее преимущество фейса в том, что, в отличие от любой пизерки, у которой просто от интереса, ну, траф по интересам просто разбит как бы рандомно. В Фейсбуке информация, возможно, одна из лучших, точнее, не возможно, а одна из лучших на планете система сбора информации про аудиторию. И поэтому таргетация по интересам, она является крайне продуктивной. И, в принципе, есть подход, который достаточно геморройный, но эффективный. Когда вы делаете под узкий охват, делаете отдельные промо, хотя бы делаете отдельные заголовки. Ну, типа, там, для автомобилистов, там, для туристов, для спортсменов. Вообще тот же самый, но вы заголовки меняете, чтобы прилечь, чтобы CTR поднять. То есть, ну, короче, делайте сегментацию такую. Очень интересная тема. У нас, на самом деле, тестов в этой нише мало. Сегментация такая узкая. Но я думаю, что, точнее, не думаю, я знаю, что курс данный будет дополняться регулярно у нас. И вы будете иметь доступ к нашим новым наработкам в этой нише. Что, опять же, повлияет на ваши заработки, ну, благоприятно. Значит, оферы, которые для Фейса подходят, ну, в принципе, все оферы, с которыми мы работаем, они все для Фейса подходят. Абсолютно все. Это и товарка белая, или более-менее белая. Такая, я бы сказал, спорно белая. Дейтинг подходит только с дейтингом. Есть маленький нюансик в том, что часть дейтинг-сайтов, большая часть, у них домены забанены в Фейсбуке. То есть, домены в Фейсбуке забанены. Поэтому нужно делать какую-то прокладку, можно в свой паблик делать, можно через трекер все это дело модерировать. Там есть инструменты, мы еще о них позже поговорим. И третий, это инфобиз, очень хорошо работает. На самом деле, возможно, Фейсбук является для инфобиза топ-ниша, топ-источника вообще, потому что отрагетация очень глубока. Ну, реально, мы, допустим, тоже у нас уже инфобиз все-таки есть. Мы платим, допустим, за подписку одну ворся в среднем рублей 50-100, наверное, за подписку за одну. А в Фейсбуке платим 10-20 рублей. Причем в Фейсбуке публика же, это же не ВК-таргет, где там какие-то то, какой-то коллега, в какой-то школе такой-то идиот, какой-то, ну, то есть... ВК-таргете на сегодня трак очень печальный. В Фейссе это то ли какой-то бизнесмен, какой-то человек занимается тем-то тем, какой-то менеджер, что-то... То есть, колоты в Фейсбуке вообще, в принципе, нет. И любых там неадекватов, каких-то придурков в Фейсбуке, ну, очень мало их. Они там есть, но их там очень-очень мало. Также черт – это финансовая тематика. То есть, Фейсбук нормально относится их... Ну, банки – это понятно, банки, страховые какие-то вещи – это ясно. А вот такая тематика, как, допустим, Форекс, Эпидаммэй, Апсулон, эти же самые. Ну, в принципе, Фейс относится к этому очень, очень достаточно хорошо. Главное только то, чтобы сами ваши промо не были чрезмерно отвергнуты публикой Фейсбука, и публика не положила некое количество жалоб на ваши посты, и вследствие чего ваш, как минимум, пост, как минимум, компания рекламная, как максимум, аккаунт будет забанен. Поэтому здесь тоже есть странки разумные определенные. Мобильный оффер также в Фейсбуке откручивается. Игры тоже в Фейсбуке откручиваются. То есть, в принципе, скажем честно, что в Фейсбуке, наверное, более правильный ответ на вопрос, что можно там рекламировать – это все, что угодно, что является очень жестким в плане того, что оскорбляют пользователей Фейсбука, или же как-то их так будоражит, что они жалуются. То есть, если они не будут жаловаться, если не бренд, то есть, бренда нельзя рекламировать, мы об этом уже еще поговорим, то никаких проблем не будет. Более того, даже какие-то вещи жестковатого типа, допустим, те же самые там около адалтого типа, можно опускать, в принципе, если делать просто промо более мягким. То есть, не нужно прям туда лепить какие-то там голые женские груди, нужно как-то все это сделать более корректно. Существует, если мы говорим про виды рекламы, два вида остальных – это посты, то есть, рента новостей, и это тизерка, то есть, реклама в боковой колонке. Мы будем в данном курсе говорить в основном про посты, потому что для CPA, для обитража, как правило, тизерка плохо работает. На самом деле, работает, но примеров, когда она работает хорошо, очень мало. Если мы говорим про общий алгоритм, то тизерку нужно подключать к вашему рекламе, тогда, когда вы оттестили хорошо посты, вы оттестили тиггер, который конъяртит публику хорошо, плюс вы оттестили целевую аудиторию, вы оттестили возраст, вы оттестили все, тогда можно, как дополнение, добавить ее к тизерку. Прямая аналогия с MyTarget, когда мы запускаем тесты через активный формат, и в случае, если тесты успешны, для того, чтобы количество трафика расширить, мы подавляем еще и формат баннерный. Вот тут действительно то же самое – один в один. Ну и существует много возможностей оплаты рекламы. Мы будем использовать в основном два вида оплаты – это вовлеченность и клики. Ну, почему, какие нужно форматы использовать, это мы уже в процессе выясним, но, опять же. В принципе, на этом у меня все для вас. Это водный урок, не имеет смысл здесь лить воду, и затягивать момент старта запуска настройки. Поэтому пока что все, действуем. И до встречи в нашем следующем уже уроке.